Старладдер ТВ Впервые в рамках гранд-финала встретятся не 4, а 8 команд. С 17 по 20 апреля в Киев-Киберспорт-арене за финальный приз и титул чемпиона Глобальной Лиги сразятся 4 представителя дивизиона Европа-СНГ, 2 команды из Китая и по одной из Южной Кореи и Америки. Абсолютно все матчи Лиги в Дота 2 ТВ для вас будут освещать комментаторы самых популярных студий SLTV и Beyond the Summit. Как и прежде, призовой фонд финала определяют зрители Лиги и фанаты команд. Стартовая сумма призового фонда — 80 тысяч долларов. Каждый купленный билет добавит в копилку призеров 2,5 доллара. Смотри матчи в Дота 2 ТВ на пяти языках. Поддержи любимый турнир и команды. Вы продолжаете поддерживать нас. Мы делаем хорошие работы купить тикеты. Хотим следить за нашим командам на Старладдере. Вы можете следить за моим командам на Старладдере. Вы можете поддерживать моего команды через Старладдер, а вы покупаете Старладдер-тикеты в Дота 2. Если вы купите тикеты, то цену будет увеличен, поэтому деньги в моем доме. Впервые в подарок к билету ты получишь оригинальный сет налича и лоудинг-скрин с пиктограммой Старладдер ТВ. Напишем новую историю Дота 2 сцены вместе. А ты купил билеты на Старладдер? Покупай билет черепаху. Испортбетском. Уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. Испортбетском. Живой азарт и холодный расчет. Ну что же, ребят, добрый вечер, добрый день всем огромнейший привет. Мы с вами прямо сейчас начинаем смотреть за матчами 9 сезона Старладдера. И буквально через 2 минутки начнется европейская его часть. Наверное, самая интересная и самая важная все-таки часть Старладдера. Ну и, я думаю, вы видите этот лоудинг-скрин, который идет вместе с билетом. Ну про билет мы еще много скажем. Про Старладдер мы еще много скажем. Но в любом случае, первый матч для вас будут комментировать Вилат и Каспер. И мы уже здесь, и мы уже здесь начинаем с вами смотреть. Да, да. Доброго времени суток всем еще раз. Проверили, кстати, Дота ТВ, потому что нет почему-то облачка. О, и у меня как раз Дота подключилась. Ну ладно, ничего страшного, я уже на следующей игре буду сидеть непосредственно в лобби. Да, у нас маленькая трабла, поэтому... Просто Дота почему-то меня подвела, вот и все. Ну подвела. В любом случае, в Дота ТВ будет... Слышно. Да, да, да. Слышно меня будет, все должно быть неотвечено. Переживайте. В любом случае, начинается девятый сезон. Начинаем мы с вами его довольно весело. Начинаем мы его с вами с матча Na'Vi Fnatic. Чемпионы девятого сезона играют против команды, которая заняла на прошлом сезоне третье место. И... Ну, собственно, кстати, Dream League открывалась тоже абсолютно тем же... Матчапом. Она и закрывалась тем же матчапом. Она и закрывалась тем же матчапом. Все вокруг Na'Vi Fnatic крутится у нас, как, собственно, здесь не взгляни. Все Na'Vi Fnatic. Ну и это, наверное, круто. Ну что же, ребят, мы с вами начинаем смотреть игру. Итак, Na'Vi Fnatic. Поехали. Да, ну не думаю, что тут будет что-то супер необычное. Мне кажется, постараются команды просто исполнить то, что они исполняли всегда. Хотя мы видели уже Fnatic против Na'Vi как раз на той самой Dream League, когда Fnatic взяли себе Mipera last pick'ом. И, кстати, неплохо он работал. Вот к Mipera, кстати, претензий реально не было в том матче. Вот абсолютно не было претензий. И там ребята нормально воевали. Там NoTail хорошо, Mikril хорошо врывался. С Lifestiller'ом они очень классно сыгрались. Так что там действительно претензий никаких быть не может. А вот... В общем, не пошло. Ну, в общем, очень-очень-очень хорошо отыграли парни из... Из Na'Vi. Вот действительно классная игра была от Na'Vi. И там, ну ничего не скажешь. Я вот даже не знаю, на что можно там было пожаловаться. Потому что действительно играли очень круто. Посмотрим, как будут дела с 10-ти. Ну что же, мы всем привет говорим также в нашем чате на Твиче. Привет всем привет в Твиттере, кто нас смотрит. Я уверен, что нас сейчас будет много. Да, вообще всем 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 привет. И я как раз сейчас быстренько проскидываю еще ссылочки, если кто-то вдруг не знает, где находятся стримы. Хотя я думаю, что все, кто хотели попасть, уже попали. Сейчас будем вербовать тех, кто просто загулял. Тех, кто не хотел попасть. На просторах интернета, да, где-то засерфился. И вдруг неожиданно наткнулся на ссылочку, на стрим. Ну, в любом случае, вы знаете, что, как всегда, имеется два основных стрима. То есть это русскоязычный, а, конечно же, англоязычный. Где их искать, я думаю, прекрасно. Знаете, Dota StarLadder, нижнее подчеркивание N, это BTS и стримят у нас. Ух ты! Как тебе первый пик нами? Нормальненько. Embrospirit, стал он все чаще и чаще как-то вливаться в эту общую движуху. Команды вроде потихоньку учатся. Ну как учатся? Команды просто учатся стандартно исполнять паберского Embrspirit, потому что его билд, по сути, и тактика игры практически не изменилась из паба. Это просто чувак, который собирает себе максимальное количество дамаги с руки и ведет эту самую небезызвестную тактику бесконтактного боя за счет двух своих способностей. И, опять же, у кого это получается, у кого не получается, это уже совсем другой вопрос. Так, ну и... Последнее время мы видели в Корее несколько Embrspirit, в Светии мы комментируем как-то Starluder Корея, который, кстати, вернется к нам уже завтра, утром завтра в 8.30 по Киеву, в 10.30 по Москве, а второй второй день Starluder Корея, так что уже вместе с билетами. Ну и вам напомним, наверное, надо начинать, и вы видели уже рекламку чудесную. Я ее, честно, тоже первый раз видел, мне она очень понравилась. Особенно последняя фраза от Куроки, прям вообще шикарная. Шикарная. Дэнди тоже нормально, кстати, зажег. Да, Дэнди тоже нормально зажег. В Dota TV, в Dota TV, к сожалению, есть, вот она, вот она. Уже 22 тысячи долларов смогли, собственно, вы собрать только за сегодняшний день в копилку 9-го билета, 9-го сезона, и команда, я думаю, довольна, видите, праздник уже началась. Na'Vi, Fnatic, ну, то, что надо, пишет. Dota TV, слышно аннонсер. Кстати, кстати, есть одна ачивочка, которую мы не сказали. В магазине Dota 2 наш билет впервые обогнал шмотку по акции. Да? Да, потому что обычно там идет на первом месте шмотка какого-то там за 50 центов, там какой-то сет. Я думаю, знаешь, я думаю, что это связано с тем, что просто в прошлый четверг я не смог намошнить этот билет, точнее, он еще не готов, и намошнил его в понедельник ночью. Вообще, Dota вообще редко апдейтится в понедельник ночью, но вчера я им просто на голову сел, и поэтому вчера в апдейтинг вышло только три билета, и какая-то там одна шмоточка, по-моему. Так и должно быть. У них просто не было выхода. Так далее. Ну что же, Энш-то Паришин и Дум от команды Fnatic. Мы ждем дальше. Тут уже пошли какие-то люди, кто меняется билетом, еще там что-то происходит. Весело. Да, тут я вижу, всем понравилось в фразах уроки просто. Пишут, что я подвожу обладателей своего сета. Друзья, я искренне гаюсь, не засчитают просмотра. Не волнуйтесь, будет еще... Именно так как Каспер очень обидно, завтра он утром на Корею войдется. Да, именно так. Так оно и надо. Да, в общем, я же говорю, я не виноват, меня Dota подвела, она почему-то не хотела работать, говорила, что она крашнутая, что я с тобой дружить не буду. Да, она не хотела со мной дружить абсолютно никак. Да, так продолжает там говорить, что комментатору Dota TV двоится. Комментатору Dota TV? Как может комментатору Dota TV двоится? Я не знаю. Это... Как это вообще возможно? Ну, я это слышу и... Может, это как-то залетает, я не знаю. А, весь звук, который у людей идет с компа, ну, весь звук, который идет у меня с компа, идет в стрим, не может двоиться. Ну, как, все правильно, все хорошо. Может, просто приглуши его чуть-чуть? Может, он просто куда-то залетает там ненароком? Ну, ничего страшного. Ну, я не знаю. У тебя правильность сейчас не сделает? Да, вот еще, кстати, Себеркмед запилил у себя ссылочку, как он обычно любит делать для турниров с вот этим накопительным принципом, да, теперь уже есть нормальное распределение с призовым фондом, текущая сумма, то есть сколько набрано на данный момент с бонусов, и график, соответственно, по росту призового фонда. График пока выглядит в точке, но я думаю... Да, через денек-другой, я думаю, все, конечно же, изменится. Ну, опять-таки, всегда вот эти первые дни Старладера, ну, это первые дни Старладера, вот просто всегда... Меня сегодня с утра так раздупрется, думаю, блин, опять начинается Старладер, это такое настроение, а потом, когда 30-й подряд уже день идет, я думаю, мама дорогая, как ты мне надоел, Старладер, уходи. Да, был у нас как-то, вот мы вспоминали прошлый год весну постоянно, и в этом году весна у нас будет очень-очень насыщенной. У нас в прошлом году было 40 дней, кажется, без выходных, мы работали все вместе и настримили там просто невероятное количество матчей. Там было что-то у нас 70 с чем-то, бо 3, там 100 с чем-то, бо 1. Хватает этого номера. Ну, я не знаю, люди просто не видели, люди не видели наше расписание стримов на следующих 2 месяца. Кстати, если мы говорим о расписании стримов, буквально через час и 30 минут, через полтора часа на нашем Dream League-овском канале, Twitch.tv Dream League Villa начнет с трансляции третьего игрового дня Dream League, там будет вас радовать Витя, может будет он один, может будет он с пакером, может будет он с адекватом, я не знаю. Но в любом случае в 18.45c, наш канал Twitch.tv, там будет трансляция матчей Dream League. Там сегодня тоже 3 игры, как, собственно, и обычно. Но Dream League, Dream League у нас StarLadder. 4 матча StarLadder, кстати, мы сегодня с вами посмотрим. Матчи все до единого, в принципе, будут интересными. Я уверен, опять-таки я вам сейчас, наверное, покажу, какие именно матчи мы будем наблюдать. Да, это Na'Vi Fnatic, это Альянс против команды Cleave, это Na'Vi против Ahead и это Альянс против Insane. Именно такие 4 игры мы с вами посмотрим. Ну, в принципе, все кажутся односторонними, но первый матч, наверное, самый равный из них, что ли. По-другому как-то, наверное, и не скажешь. Скорее всего, так оно и есть. Первый матч именно самым равным выглядит, то есть я имею в виду Na'Vi Fnatic. Ну что ж, Disruptor от Fnatic ждем мы сейчас. Сейчас третий пик от Na'Vi Fnatic. Что же это будет? Что же это будет? Каспер там отвечает тролям. Я уже, нет, не тролям, не тролям. Я как раз всем тем, кто переживает по поводу сета, стараюсь... Оправдаться. Радиант Тим Пэкс. Так, мне не перестают говорить, что у нас два комментатора. Зайди где-то в настройки звука, просто поклацай разные кнопочки. Да уже никто не... Ну, мне не пьян. Ну, у меня проверенные источники надежные. Может быть. У него просто запущено параллельно два стрима, блин. Вполне может быть, так. Ну вот все отлично, все на хорошем уровне, все правильно, и никто не жалуется. Ну да, вроде. Блин, друг, может ему надо... Может у него в натуре как-то что-то не так. Потому что там все, кажется, из-за того... Джайрокоптер для хвоста! Диар-Тим Бэкс. Я думал, ему возьмут что-то покруче. Взяли гирокоптера. Каспер уже тащится своим сетом. Просмотров теперь много. Да, да, да. А сколько у меня просмотров на твоем сете? Подожди. Я не знаю, сколько у тебя просмотров. Ну там пока пик идет, я давайте посмотрю, сколько на Касперовском сете. А вон он был. Десять. Ну как раз вот для синенького. Неудачный. Ничего страшного. А я? Я неудачный, что ты так мало тебя затаскивал в стриме. Конечно, делать мне нечего. И опять только что ты меня киданул, понимаешь? Кстати, да. Вот просто я знал, я специально это сделал. Ты посмотри, ты вообще заметил, что они мипаря забанили? Мипа в бане, лол. Я не обратил даже внимания на это, лол. Это реально огонь, то что мипер в бане, это... Серьезный респект бан. Да. Мне тут пишет, Рилат, запелите, пожалуйста, приложение на iOS старого-дерской. Ребят, но у нас тут наши супер-демоны не могут запилить 100 лет уже сайт, а вы тут говорите, какое-то там приложение. Это очень далеко. Так, ну и кто же будет пятым пиком сейчас у Фнатиков? Вроде, вроде. Ну, параллельно пока еще, на самом деле, не особо понятно, кто куда будет отправляться. Ну что же, ватт пик. 10 секунд remaining. Ну, я думаю, что все-таки это дум в миде, или это фармящий дум. Но против Эмбера дум это не самое лучшее решение, да, Эмбер его довольно неплохо горит. Резерв time. Да, мне больше интересно, судя по логике вещей, да, Нага Сирена, возможно, будет как-то с аппаратом контактировать, потому что они неплохо сочетаются, как по мне. Да и с Дизраптором Ancient Operation тоже неплохо сочетается. Тут все очень неоднозначно. Ладно, разберемся. Ну что ж, last pick, Fnatic. Давайте, 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 давайте. Пишут, сделайте также приложение на Android, нищебродом тоже надо как-то жить. Погодите, мы еще про Windows Store не вспомнили. Приложение на Windows Store будет в первую очередь сделано, это факт. Я, кстати, не доволен. И Витя сейчас достает свою Sony Ericsson Xperia. На Symbian версия 0.1 при бета. 0.0 просто. Ну что? Да. Итак, Na'Vi Fnatic, ну last pick Fnatic, давайте, давайте что-то крутое, чем-то гирокоптеров надо убивать. Луны нету. Nike, одного из любимейших Fnatic-овских героев, нету. Да, Na'Vi тоже не отказываются на лайстиллеры покатать. Да, 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 да. В то время как, например, те же Альянс не особо часто любят играть этим героем, то Na'Vi и Fnatic это как раз-таки персонажи, которые, ну, команды, которые очень любят его. Но герой очень хороший. По сути, один из самых рейд-кликовых керри, который при всей своей простоте является одним из самых эффективных. Главное вовремя нажать рейдж. Да, это правильно. Все остальное, это уже мелочи, это дело техники. Омник появляется. Ох, вот это поворот! Да, вот так вот этого я точно. Да, этого вообще никто не ждал, по-моему. Вот даже мипера ожидали, но вот только не умни на это, это перебор. Это, как кажется, слишком круто. Ну что, и теперь Na'Vi должны призадуматься, потому что я вообще не понимаю, кто куда пойдет. Ну вот в мид аппарэйшн, что ли, дум фармить, а в сложную кто, что вообще происходит? Сейчас, я не знаю, сейчас, походу, вообще какая-то лютая трипла у нас будет. Сейчас дисраптор в мид, смотри, аа, нага и омник в триплу и дум фармит. Как тебе такое? По-другому просто, ну типа просто, нага с аппаратом, вот у меня они как-то вот тут сочетаются и все, вот хоть убей. Вич доктор. Охренеть. Вич доктор. Ember Spirit, Вич доктор, а мне Найт. Что вообще происходит, я не понимаю. Да, то, что надо. Надо сказать, что будет дабл мид, ну посмотрим, посмотрим. То, что надо. Ну что же, ребят, напомню вам еще раз, что Na'Vi против Fnatic. Начинается игра прямо сейчас, я бы, может быть, сравнил бы как-то статически, я не знаю, как это тупо делать. Поэтому как-то... А, вот я уже знаю, как это можно сравнить. Game Statistics пока не сделаешь, но вот после игры. Ладно, в любом случае, мы с вами начинаем смотреть игру. Есть у нас вот такой братан, поэтому можно, в принципе, врываться. Итак, Na'Vi Fnatic, первая игра девятого сезона, StarLadder TV. Ссылку на трансляцию вы уже должны бросить всем своим друзьям, если вы не бросите всем своим друзьям, что ваши мышки заболеют сегодня консольным трипером. Поэтому очень быстро, пожалуйста, сделайте это. Ну а мы начинаем смотреть дотку. Да, все, поехали. Кто там у нас у Na'Vi? У Na'Vi пупеха будет катать на Тринд Протекторе, Дэнди на Эмбр Спирите, хвост. Да, у нас будет летать на Герокоптере Куроке. Ну и царь Фаник, конечно же, с Касперовским сетом. На один просмотр больше, чем у тебя, то есть он тебя уделал. Он у меня круче. Ну вот на половину у него, так что половина подкопа у него будет хорошая. Да, да, да. Да, ну это Na'Vi. Ну и против них Fnatic, мы видим, No Tail играет на Дисраптере, Триксис играет на Наге, Fly будет играть на Опарэйшене, Хани на Амни Найте, Соло Мид, Амни Найт. И Эра будет фармить на топе. Ха, боже, я мне на Айте сто лет не видел, посмотрю хоть какие-то у него. Это же дефолтные какие-то шмотки. Ну это нормальные, да, стандартные вещи, просто Омнику в свое время поменяли цветовую схему, он же был синим, а потом его переделали в красного. И все вещи обрели новую жизнь, скажем, на нем. Теперь он выглядит действительно прикольно, вот с этим веником. Слышит вашего анонсера и звуки слышно в Dota TV, отвлекает. А, ну теперь я понимаю, у нас же весь звук, который заходит, он залетает в Dota TV. Да, точняк. А, вот что я имелась в виду, не в стриме, а в Dota TV. В Dota TV, да, 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 да. Ага, ну об этом надо сообщить, наверное, нашим техникам. А как мы это можем пофиксить? Ну мы вряд ли как-то можем это пофиксить. Не, да, мы это можем пофиксить. Не как мы не можем пофиксить, ладно. А ну посмотри, потому что там есть ползунок с анонсером или еще с чем-то, я не знаю, ну так, чтобы... Ну нет, ну это вообще в стрим тогда не будет слышно. Да, 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 геймволин, ну такое, да, тогда в стрим не будет слышно, блин. Извините, извините, ребята. Да, мы обязательно это починим, да, да, да. Мы сейчас сообщим как-то с Маглюку, нашему Сашку, что у нас проблема. Так что весь звук залетает в Dota TV абсолютно. И эта трабла может быть что-то придумать сразу быстренько. Извините, опять-таки мы просим прощения, что мы начинаем тут в таком режиме. У нас сейчас прямо полными темпами идет ремонт и объявки нашей студии новой. Скоро мы в ней уже будем заседать. Так что пока мы вот так вот в режиме, скажем так, стримим на коленке и так далее. Ну что ж, снизу хвост вместе с Попеем против лютой триплы с фармящей Нагой. Ну, такое, посмотрим. Ну и в миде Эмбер против Амни Найтем. Вот это вот интересно, вот это вот нереально интересно, как Эмбер с Амни Найтем будут вообще друг за другом стоять. Нет, невероятно. Ну, Эмбер с Амником, я даже не знаю. Мне кажется, у Амника шансов не слишком много должно быть. Да, еще и Дегенаура качается. Ну, теоретически просто ему репел, в принципе, по-моему, не нужен. Да, по сути, не нужен, да, поэтому почему бы не вкачать Дегенаура. А Дегенаура, которая на седьмом левеле вкачана, например, в три, ой, в два, ну, в два будет нам вкачана, да, если в четыре будет вкачать Purification. То это, конечно, очень круто. Ну и Фаник на топе в сложной стоит, собственно, против Эры. Пока у них там абсолютно спокойное противостояние. Это плюс, опять-таки, для Нави, потому что здесь Фаник сможет себе заработать довольно неплохо экспы. Да, Дум его, по сути, не сможет загонять в соло. Нужна какая-то помощь. Особо себя утруждать вот этими, да, драками с Никсом. Дум тоже себя не может, потому что ему, как бы, тоже фармить нужно. В результате Никс подфармливает, Дум подфармливает. Так, полетел стан Трикси, тут будет еще семечка, вот на семечке Трикси расстрелит, проблема огромная Трикси и... Это Ферсблат в исполнении Пупея, 1-0 Нави. Уж, как-то все слишком просто получилось. Ну, во-первых, не подбежал Флай, чтобы хотя бы подставиться под Рокет Беррэш. Ну, хоть под что-то, да, чтобы... Ну, вот, получилось вот так. Ну, в любом случае, как есть, так есть. Ну что ж, 1-0 Нави в миде Дэнди тем временем 6 на 3, Хани 9 на 2. А, у Хвоста с фармом тоже все отлично, 8-0, так, Хвост, Трикси, пошла заруба, Хвост сейчас замерзнет, Хвост замерзает, проблема у Хвоста, Пупея тоже поймали, Хвост, Хвост здесь умирает. Есть фраг в ответчик от Нотейла, ну и Пупей, Пупей пытается гнаться до конца, но Пупей здесь абсолютно ничего не сделает. Пупей возвращает сейчас Глимсом, и Пупей, скорее всего, тоже погибает, хотя залезает Куроки, Куроки скиллом. Куроки, Куроки тоже может подставиться, уже 2 фрага сделали Фнатики, закрывает еще и Куроки, Куроки сейчас крянет, Трикси тоже здесь замерзнет, сейчас Куроки, и вы посмотрите, как Фнатики сейчас отвечают. Ну там Дашкевич-то неплохо залетел, и Дашкевич делает даблкил, судя по всему, да, и третьего пока зацепить нечем, да, и Рокетберридж уже не достанет, Нага Сирена просто на ноге сваливает. Правильно все получилось. Ну, Хвост очень вовремя подоспел, хотя Фнатики неплохо-таки разменялись, но мы понимаем, что фраги, которые заработал Хвост, они сейчас очень важны для него. Ну да, даблкил сейчас делает Хвост, даже учитывая, что он умер, это, конечно, все равно для него хорошо. Так вот, что я хочу сказать самое главное в этом моменте, мы увидели то, как будет играть Фнатики, да, то есть замораживается, колбфит бросается, тут же ставится кинетик филд, и все, ты никуда не уйдешь. Так там и сетка, да, кинетик филд, там очень много способов не дать... Ну тебе вновь-то замерзаешь, правильно? Да, да, то есть деваться тебе действительно некуда. Это интересно. Так, ну что же, Ханни мы видим, все-таки есть Рэпл, ну, походу так и будет. Есть подсказка для тех, кто смотрит в Дота ТВ, для того, чтобы не двоились комментаторы, нужно выключить звук юнитов в настройках Доты. Хотя бы на эту игру, да, выключить, и потом мы уже починим, и я думаю, проблем с этим быть не должно, но вот подсказывают люди, я не знаю, правда, работает это или нет, то попробуйте. Ну, наверное, протесты, да, так что отключите звук юнита, все будет хорошо, пупей, снизу фраг очередной, есть уже четвертый фраг команды Na'Vi. На четвертой минуте матча у нас счет 4-3, здесь очень-очень-очень-очень серьезное такое начало. Ну что ж, давайте наблюдать дальше за этой триплой. В миде у Дэнди тем временем 20 на 5, Крипстат у Омника 16 на 4, Ханни, кстати, неплохо отстоял. Ну, а на топе Эра 20-10, а где Фанник? Фанника что уже, ну, никуда он, конечно, не прогнал Фанника, у Фанника 10 на 4, но у Фанника 6-й левел скоро будет. Это 6-й левел, в принципе, так, Эмбар на топе, на хосте, чувствует Эра и под Тауру, ты его не пойму. Да, там нужно, чтобы он Пейлом попал Фанник, тогда только, возможно, заберут. Мне вот интересно, у Фанника там боттл или что, потому что денег у него подозрительно мало, и, по сути, только тапок и щит, да, ничего нету. Ну, здесь Криппол. Все равно это вроде деньги, там, 100 золота, да. Да, как-то я думал, что он побыстрее, но у него есть щит бомжа, как бы. В любом случае, Аркан у него появится достаточно быстро, сейчас мы видим, он вообще очень хорошо подобивал Крипов, у него уже почти 700 на руках. Ну, 6-й левел через этот, да, и 6-й сейчас будет, то есть, опять же, тайминга всего достаточно будет по получению 6-го левела, Аркан Буци, и можно уже ходить, устраивать Шорох. А устраивать Шорох есть кому, есть аппарат, есть Дизраптор, очень тонкие персонажи, даже Омнику порой можно нервы попортить, если успеть все быстренько провернуть достаточно. Ну, вообще, Омник, конечно, это проблема будет для Омника Никс Ассасин, который будет постоянно ему выжигать ману, и, ну, Омник, конечно, будут неприятности, надо будет как-то держаться подальше от Фанника. Ладно, снизу по-прежнему триплой стоит команда Нави, мы видим, что у хвоста немножко остановился фарм 21 на 5, но в любом случае намного лучше это, чем у Трикси, потому что у Трикси 12 на 0. Но говорить о том, что Нави там в салат выиграли сейчас свою триплу, я бы, наверное, не говорил, потому что она выиграна явно не в салат, более-менее. Нет, там нормально, ребята, воевали. Обзор на Саус Парк, у меня просто все, друзья, абсолютно все дали 10 из 10 оценку, те, которые уже поиграли. У меня даже есть два друга, которые купили эту игру на Стиме, она выходит только завтра на Стиме, и не смогли дождаться, и пошли, короче, скачали и начали играть в пиратскую версию. Я говорю, смысл, ты же не сможешь продолжить, ну, хотел попробовать просто. Ну, хотя бы, да, если, вот у меня некоторые друзья делают так, они для того, чтобы не покупать игру наперед, они где-то, да, ее качают с торрентов, если игра им понравилась, там, по истечению часа-двух, они ее там сносят и покупают, там, в Стиме, в Ориджине, где она там не валялась. Да, вот это правильно, кстати. Да, потому что верить обзорам не всегда можно, так, у нас тут Дэнди, когда сейчас принимает. Ой, ты смотри. Нормально, Дэнди, улетел. Неплохо. На руну. Знает, что к чему и как. Тот, проблема, тем временем, у Трикси, Потавр за ним, есть телепорт, у Хвоста могут быть траблы, Хвост уходит отсюда. Да, там Овник залетает, сетка очень вовремя, а также есть, Ханни будет захиливаться, но Хвост тоже уже очень сильно подхилился и Ханни, Ханни могли даже забрать здесь, слушай. Да, так, немножко рисковато, залетел Ханни, кстати, очень далеко было отсюда Нотейл, был бы здесь Нотейл с ДД, я думаю, явно был бы фраг в исполнении Фнатиков, но Нотейла здесь не было, а, и поэтому, видим, разбежались 0-0. Спрашивают, где Витя? Почему Витя не комментирует? Витя будет через час комментировать матчи Дрим Лиги, ребят, привыкайте, что буквально в следующих два месяца у нас практически постоянно будет идти много разнообразных трансляций одновременно. Да, много дивизионов, много матчей, мы будем как-то там меняться, по-разному, в общем, вы нас будете слышать и на разных дивизионах, и не слышать. Или не слышать, как Афгар от ДТВ прямо сейчас, да. Да, да, нет, в ДТВ как раз я и есть, да, все нормально, все нормально. Никнейма нет, это понятно. Только без никнейма, я в режиме призрака комментирую, у меня же есть призрак, надо соответствовать. Своему никнеймам все-таки. Так, ну и Дэнди, как у него там дела? Ну, у него вроде все неплохо. А у него 4-11 выигрывает, ну, правда, ненамного он у Хани. Ну, а что Хани, что Хани, а какой-то тысячи голды, а что у него больше ничего нету? А, у него есть банка, у него есть банка, и сейчас будет Аркан Тапки. Да, тоже неплохо. А вот они Аркан у Омника. Долго-долго достаточно ждал, да, и он хорошо так подформил сейчас Крепочков. Красавчики. Ну и Фаник, тем временем, седьмой левел, видим банка тапок тоже, Даркан, ему остается 300 голды, надо их нафармить, и уже, наверное, с Аркан Тапками куда-то лететь вниз. Оп, и это минус Фаник. Да-да-да, глимсует Фаника, Фаник прям в самом пекле оказался, и, скорее всего, здесь добитого без особых проблем. Так и есть, никаких телепортов у нас на вышку не было, никто никого сейвить не хотел. Ну, они бы его не засейвили, в любом случае, кто бы туда не прилетел, как бы хила нету, Вишдоктор, есть, конечно, хил, но 2-го левела немножко плоховато, я думаю, было бы. К тому же Вишдоктор бы тоже там, наверное, погиб. Ну, да и у Вишдоктора не было телепорта. Если бы Вишдоктора был шестой и Дезвард, то, возможно, да, как-то бы и получилось устроить заварушку. А я думаю, и без Дезварда, возможно, он бы прыгнул, да, третий все-таки есть в фласочке, в смысле баночки, в смысле колбочки, как угодно можете их называть, короче. Каски! Каски! Да-да. Так же он и орет. Но мы их, блин, я не помню, как мы их называли. Вообще они каски, они так и называются. Каскс оф там что-то, я не помню. А, паралайзинг каск. Блин, а как же мы их называли? Банки. Ну, банки, банки, я же говорю, там их и банки, и как ходные только называют. Кстати, тут действительно в этом заметили, настолько редко Омника видим, вот он Омник, Мидия, и мстит. Фанник, отлично, Фанник заходит, мы видим, и Миссис Денни забирает Омника. Ну, вот Фанник так же реализовал свою вендетту. Так вот, по поводу Омника. Омник же с агонимом там у нас очень жесткий. Так, тут пошла драка, причем довольно серьезная, попья забегает в толпу. Семечка, эра, эра, проседает очень сильно, хвост его расстреливает. И, минус хвост, минус. Ну, хвост, слушай, просто невероятное количество дамаги выдал, там Денди ныряет, дальше одного связал, есть фраг. Просто сгорел Ancient Operation от связочки. Получилось два в один, в принципе, довольно неплохо, ты смотри, там еще Денди пытался как-то... Сколько там их вообще стоит, этих, спиритов один или несколько, я не знаю, да, там что-то вообще адское происходит, возможно, да, несколько. Дамаги, дамаги побольше понаносить. Ну, вот Кроки, у Кроки там еще 10 зарядов палочки, такой товарищ может неожиданно и бурстануть, скажем. Убивца. Да, кровожадный убивец. Но у него есть уже Death Ward, то есть в следующий раз мы уже увидим, наверное, повеселее драку. На этот раз его никто не трогал, он дал стан, он стоял сбоку, там пытался как-то кого-то подхилять, а вот если бы он поставил вардец, Вичдоктор в драке с вардом, это вообще праймари голл должно быть. Это должна быть первая цель, которую надо убивать, ну и посмотрим, как будет в Натке на это реагировать. Десять минут первой игры, девятого сезона, первого сезона Старладера, мечтай. Девятого сезона Старладера прошли, мы видим, что 1200 голды преимущества у Нави и 2000 экспы. Но игра очень ровная, хвост, минус Нага, тем временем, на топе, я здесь смотрю, видимо, зарубок кайта. Ну и снизу, снизу проблема у Кроки, правильно на нее напали, Кроки поставил, сейчас вардец, ну вот, не совсем ясно. Слишком, слишком быстро, да, много целей и куча крипов была, там каски очень плохо попрыгали, и, в общем, все было слишком плохо для Вич-доктора в данном моменте. И где-то у нас Фаник, чем у нее. На топе, на топе Фаник с мостом, сделали здесь фраг, пару минут назад забрали они Магу, который здесь загулял. Ну, пытается забрать Т1 Тауэр, в принципе, есть здесь Сич Крип, есть два героя, Тауэр могут продомашь, но уже в спину забегает Нолтейл, будет ли ТП на вышку? Да, скорее всего будет, сейчас будет Т1, и как хорошо, как хорошо сейчас все делают, но Нави тоже отлично делает ход забирает Тауэр, и все разбегаются в разные стороны, без маны, просто Нолтейл, Фаник карапасируется еще и в Дум, здесь же Пупей на развороте, можно подраться, вот он ультимейт, расстреливает хвост, где хвост, ультимейту хвостачили, одна секунда кулдауна, да, и вот он кулдаун, отличный кулдаун-то какой, но... Боже, тут все ульты просто слили, да, там ульты было просто невероятное количество, правда вот сейчас Куроки может помочь или нет, сколько у него там доказок-то осталось, нету-нету пока баночек, но Дэнди, да, Дэнди просто с руки вырезает, ты посмотри, что-то просто невероятный какой-то дамаг залетает, это еще один минус, даблкил от Дэнди, когонят Эру, если чем-то его остановить, да, каски прям по-двоим залетают, это, кажется, будет еще и минус Хани. Ну, Хани пытается здесь убежать, Дэнди в любом случае будет как-то догонять, Фаник не достанет, Дэнди, вот он ременант, Дэнди прыгает, Хани выксиривается, но это триплкил от Дэнди, и очень-очень затяжная, крутейшая драка у нас происходила. Знаешь, мне кажется, мы нашли еще одного мансящего героя для Дэндика в мид, вот это реально его профильный, скажем, герой, у него постоянно паки разнообразные с даггерами, квапы, да, мы помним прекрасно, тех, кого он любит, да, тех, кого он любит именно, тех, на ком он действительно хорошо себя может продемонстрировать, на которых он может зажечь, и вот видим Эмбер Спирит тоже, возможно, вписывается в их число, ну, действительно неплохой герой. Дэнди, правда, он сейчас собрал действительно урожай, потому что, ну, в этой драке, как бы, понятное дело, что главным был не он, главное было то, как хвост с фаником правильно распятяли, но просто, вот, если вспомнить вот эту драку, если бы хвост с фаником побежали сюда, это было бы минус два. Да, их бы сразу приняли, они не растерялись, выбрали нужное направление и затянули драку, да, затянули преследование, в результате все вышло весьма-весьма качественно для команды Нави, еще 12-6 у нас встал, там, Дэнди 2-700 после этой драки заимел на руках, и, что он там себе притарит, это же не зло, а, ну, БКБ, мы видим, тем временем, практически появляется у хвоста, совсем чуть-чуть осталось, так, Дэнди и фаник в лесу, на вардах, Дэнди, понимают, фнатики, что здесь фаник, и надо бежать, бежать, эра, а почему не помогать, а почему не помогать, фаник, ульт-опарейшн, он пытается убить флайк, здесь зацепить, да, и он его цепляет, фаник, ну, фраг, конечно, сделал, хвост расстреляет двоих, отличный, опять-таки, здесь ультимейт и 2 ульта, ну, браво, тут, опять-таки, браво Нави, поймали еще эру, ну, эра здесь 1 против 4, конечно, вряд ли выживет, тут еще я бы не подставился, ноутейл, ноутейл пытается забрать хвоста, но это не вариант, минус 5, 17-7, тут такой себе конвейер гейминг получился, фнатики слишком разрозненно дрались, ульты у них вроде неплохие были, по крайней мере, дизраптор закрыл всю движуху полностью, накрыл сайленсом, если туда залетел ульт-аппарата, это все умерло безоговорочно, но аппарата приняли чуть ранее, несмотря на то, что фаник там промахнулся импейлом, все равно там хвоста хватило, дамаги, вот такое, в общем, Нави в очередной раз вытащили драку, ну, как вытащили, затащили, победили, да, вообще практически без потерь, ну, и даггер появляется у фаника, теперь инициация со стороны, радиант коллектива будет еще сильнее, да, ну, он не болит, мы же видели только что вообще, что этот паник умеет вообще, копать-то, кулдаун, кулдаун по одному ханику, хотя бы байки гибли, все, окей, хвост пытается на себя байтануть, у хвоста нету, хвост вообще какой-то пешеный, он вообще ничего не боится, он понимает, что его кроки выкилят, но вот это вот слишком много уже дэмажа, хани, хани, банки залетайте, дэнди здесь прилетел, и трикси тоже нрать, ну, вот как, как вот этот гирокоптер остается живой все это время, смотри, там дэнди сейчас, скорее всего, будет дальше нырять, да, что там у дэндика, что он так сильно больно-то нарезает, сейчас за эрой он прыгает, да, появляется, сразу же пошло на стяжке, ну, ничего нету, практически ничего нету, там, по сути, одни барабаны, мы видим, очень неплохо вливают, ульта, кстати, офигенная от аппарата, но, опять, слишком поздно, смотри, дэнди ныряет на нутейла, ульт от дизраптора, и дэнди вынужден ретироваться, ну, не-не-не, он никуда не уйдет, есть мнение, боже, 15 минута, что у нас вообще происходит, нави бегают и резвятся на базе у команды фнатик, вот это да, ну, нави врубили нави и катают, ну, пока да, пока действительно катка очень серьезно идет, мхм, что же, 27, графики, 10 тысяч голды и 12 тысяч экспы ведут нави, воу, 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 это серьезно, да, ну, на таких-то минутах это действительно очень серьезный показатель, тут, паник, паник, ноутейл, минус ноутейл, паник пытается заморозить, он карапасирует флая, сеточку, конечно, не старапасировал, но мы видим ультимейт еще и залетел, тут хорошо, пипеха достину, ноут слип, слип отрицепно неплохой, и, наверное, отсюда сможет он убежать, ну, дэнди будет обрываться уже на хайграунд, да? Ну, дэнди, когда кулдаун сейчас на ульте, поэтому он никак не сможет здесь влететь, хотя я думаю, если кулдауна не было, он, скорее всего, полетел дальше, да, там, что-то диффузат, судя по всему, будет собирать дэнди, судя по двум, Блэйду Валакрити, Интересно, интересно Хотя тут уже практически предрешен исход этого матча Да, но я не знаю, смогут ли здесь фнатики как-то еще одуплиться, я думаю, вряд ли получится это сделать Да, ну, диффузат у дэндика, да, это для того, чтобы пропел сбивать, естественно Видимо, так как никто другой собирать их не хочет, хвосту они, в принципе, не особо нужны А остальным они не нужны, тем более Есть более важные артефакты для суппорта, для нюкса, которые стоит собирать Ну, дэндику, чё Ловкость, все дела, дамага лишняя будет, мана будет, еще и диспэл, изменения и все такое В общем, все хорошо должно быть в этом плане Лишним диффузат тут действительно никак не окажется И фнатикам нужно сейчас сделать что-то невероятное для того, чтобы победить в этой игре Ну, вот сейчас будут пытаться, они опять-таки подраться Кинетик Филд вообще никакой А нет, Кинетик Филд это на дэнди, дэнди, дэнди пытается жить Дум получает, его там пупит, пытается хилить Ну, там залетел уже вертолет А там Фаник уже троих развлекает, он просто байтит типов на себя, да Они ничего толком не могут сделать, хвост так же залетел А Кроки умер Самый эпицентр, я не знаю, Эру очень быстро убили, вот это серьезный плюс И Фаник возвращается, попадает по Нотейлу, но Дэнди Ну, Фаник фуллов, у него фуллмана, фуллхп, как это вообще происходит? Ну, и Трикси один остался, Трикси тоже умирает, я думаю, хитер Ну что, Гудгейм или нет? Да, ГГ, все очень просто Да, это, конечно, что-то с чем-то Такой игры от Na'Vi я точно не ожидал Да, безусловно, очень уверенно Тут с самого начала и до конца нереально уверенно ушла команда Na'Vi Да, ну что ж, давайте посмотрим сейчас Быстренько попытаемся мы Результат Сейчас протестим, как работает Наши чудесные титры Работают ли они правильно? Не, работают они классно Ну, кажется, да Да, правильно, работает Сейчас мы, извините, я просто первый день за титрами Ты хотя бы второй день, я только первый Поэтому не все так просто Мне надо еще вот так вот делать, делать Вот так вот, вот так вот Как-то вот так вот Да-да-да, и сюда айдишник Вот сюда А, сюда? Не, не айдишник, а то, что парсер выдал А что он мне? Мне ничего не выдал Так, надо было скопировать Короче, вы извините, я просто туплю Ладно, сейчас буквально минутку у нас-то займет, я думаю А мне ничего не выдал Ну, так жмакай Вот Вот, вот, вот Не, 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 стой Вон, матч, или это то же самое Ну, ладно, вы давай, да, короче Туда, вставляй Оп, извините, ребят, мы тут тупим Так, так, хорошо Теперь, теперь, теперь Теперь вот так Теперь вот так Теперь вот так Делаем И делаем вот так Турнирная таблица Ух ты Это неплохо Ладно, в любом случае Мы сейчас можем посмотреть Что произошло у нас в матче Ну, потому что в матче произошло Ну Избиение Да, кому-то было очень больно Но вот по киллам можно глянуть Конечно, статистически Вы понимаете, что это 8 фрагов у хвоста 7 у Дэнди 5 у Пупея Ну, Эра, кстати, 3 фрага заработал Фанник заработал тоже 3 А, ну, по смертям Времени у нас много Мы можем посмотреть по смертям Но Тейл красавчик 7 раз умер 3 кси 6 5 раз ханю 4 раза Мы видим Умер у нас Эра Ну и вот она полная статистика 26 9 По киллам 54-18 Псис 210 лосхитов Ну, это понятно Ну, полнейшее преимущество Нави Они просто перебегали И переубивали Ну, вот можно сравнить Пупея с Флаем Опять-таки Пупея 5-2 Ну, кстати, у Флая 2 фрага есть На оперейшене В принципе, герой На котором можно Несколько фрагов Было склепать Ну, кого мы Ну, было бы интересно Наверное, мне сравнить Все-таки Нашего товарища Дэнди С нашим товарищем Хани Которые стояли в миде Давайте глянем Ну, вот Крипстат 64-55 Ну, 64, понимаете Игра закончилась Ну, там, да Там больше уже дрались Чем били крипов Поэтому там Крипстат на отметке Там в 40-45 Уже, по сути Ну, смысл Не нужен был, да Ну, в любом случае Отличная игра Дэнди Ну, я мне Найт Соло мид 0.5 Скажем так Не особо-то Потащил Ну, бывает Ну, я покажу Еще что-то 83 Ластхита У Хвоста 64 у Дэнди Ну, минимум Айрахани тоже недалеко Фанник 40 Фанник вообще Довольно неплохо сыграл Хотя поначалу Там казалось Что-то там Может пойти не так Но в итоге Все пошло Очень даже так И Ну, что ж Ждем и следующий матч Наверное Давайте посмотрим Что у нас дальше По расписанию У нас 18-15 сет То есть через полчаса Пауза у нас будет Довольно большая Потому что вы понимаете Никто не ожидал Что за 18 минут Закончит играть Нави и Фнатик Через полчаса Нас ждет игра Между командами Альянс И Клифф Опять-таки Понятное дело Что фаворитами Этого матча Однозначными фаворитами Являются Парни из Клифф Ну Парни из Клифф Клево я сказал Да Прям пошутил Прям пошутил По-божески Вообще нормально Понятное дело Что парни из Альянс Клифф Гейминг Ну Посмотрим Что они покажут Начало Опять-таки Через 30 минут Сейчас мы С вами Уйдем На Рекламно-музыкальную Паузу И Очень скоро Вернемся На игру Альянс против Клифф Не уходите далеко В 2014 году Старладдер ТВ Представляет Глобальную лигу По самой популярной игре Всех времен и народов Дота 2 В девятом сезоне К традиционным сражениям Лучших команд СНГ и Европы Старладдер Добавляет Звездные серии В Китае Южной Корее И Америке В онлайн части Сильнейшие коллективы мира Проведут 222 матча Впервые в рамках Гранд финала Встретятся не 4 А 8 команд С 17 по 20 апреля В Киев Киберспорт-арене За финальный приз И титул чемпиона Глобальной лиги Сразятся 4 представителя Дивизиона Европа-СНГ 2 команды из Китая И по одной Из Южной Кореи И Америки Абсолютно все матчи Лиги В Дота 2 ТВ Для вас будут освещать Комментаторы Самых популярных студий С ЛТВ И Бейонзе Саммит Как и прежде Призовой фонд финала Определят зрители Лиги и фанаты команд Стартовая сумма Призового фонда 80 тысяч долларов Каждый купленный билет Добавит в копилку призеров 2 с половиной доллара Смотри матчи в Дота 2 ТВ На пяти языках Поддержи Любимый турнир и команды Мы поддерживали нас Мы делали хорошие работы Купить тикеты Хотели следить Своей команде Старладдер Вы можете следить И поддерживать Мой команде Стоит Старладдер Стоит Старладдер В Дота 2 Если вы купите тикеты Показа увеличится Так что деньги В моем доме Впервые в подарок к билету Ты получишь Оригинальный сет налича И лоудинг-скрин С пиктограммой Старладдер ТВ Напишем новую историю Дота 2 сцены Вместе А ты купил билеты На Старладдер Покупай билет Черепахи